Всё меньше времени остаётся до одного из важнейших дней для нашего государства в современной истории. 1 июля состоится общероссийское голосование по изменениям в Конституцию Российской Федерации. О том, как идёт подготовка к этому событию, а также о предпринятых беспрецедентных мерах санитарно-эпидемиологической безопасности, нашему телеканалу рассказали в избирательной комиссии Тверской области. Для избирательной комиссии Тверской области наступила горячая пора. Здесь вовсю идёт подготовка к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию Российской Федерации. Начиная с 25 июня и на протяжении недели вплоть до 1 июля в Тверской области будут работать 1155 избирательных участков. Решение проводить процедуру голосования в течение недели было принято с целью не допустить большого скопления людей на избирательных участках. Ситуация с распространением коронавируса по-прежнему опасная, а потому беспрецедентное внимание при подготовке голосования уделяется мерам санитарной безопасности. Те рекомендации и те порядки, которые прописала Центральная избирательная комиссия, позволяют свести к минимуму прямой контакт между участником голосования и членом избирательной комиссии в целях обеспечения санитарно-педагогической безопасности. Участникам голосования будет предложено высказать свое мнение по поправкам в Конституцию разными способами. Так проголосовать можно на дому, на придомовой территории, а также по месту пребывания, на предприятии или учреждении. Дабы проинформировать избирательную комиссию о том, каким образом вы будете голосовать, необходимо с 5 по 21 июня подать заявление в МФЦ, в территориальную избирательную комиссию, либо через портал государственных и муниципальных услуг. А с 16 по 21 июня заявления будут принимать на всех избирательных участках. В нашей Тверской области в территориальных комиссиях оформлено на сегодняшний день 214 заявлений. Через портал госуслуг 476 заявлений. То есть сегодня на территории Тверской области оформлено чуть больше 700 заявлений. Но есть еще портал госуслуг, через который также оформлено более тысячи еще заявлений. То есть если суммировать, примерно получается почти уже две тысячи. Проголосовать можно будет и по старинке на избирательном участке. Здесь также будут обеспечены все меры безопасности. Будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции между голосующими. Всем участникам голосования будет измеряться температура. Каждому будут выдаваться средства индивидуальной защиты и производится обработка рук. Ручка для голосования также будет строго индивидуальная. Но и это еще не все. Чтобы никто не говорил, что что-то не так, особенность какая. На кабинках для голосования будут сняты шторы. Это опять же для обеспечения безопасности, чтобы каждый не трогал эти шторы. И кабинки будут развернуты своим входом к стене. Чтобы человек зашел и сзади него никто не мог встать, сзади будет стена. Также в ходе пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова рассказала о работе наблюдателей в ходе голосования. В Верхневолжье их ожидается более 6 тысяч человек. Было отмечено, что весь процесс голосования будет контролироваться общественными наблюдателями. А при голосовании и подчете голосов будут присутствовать представители аккредитованных средств массовой информации.